Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания. Несмотря на то, что с каждым днём поступь нового года становится все ощутимой, предлагаю в несколько минут уделить одной из самых актуальных и злободневных тем декабря. Речь пойдёт о зарплатах, поскольку во многом наполнение собственного кошелька позволит каждому из нас полноценно и действительно радостно встретить 2016 год. Если быть точнее, будем разбираться в нюансах начисления зарплат нашим педагогам и воспитателем студии программы, министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. Игорь Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я не случайно эту тему поднял. Прошла информация о том, что есть факты сокращения зарплаты у педагогов. Специальное поручение дал губернатор. Поручение разобраться в ситуации. Что уже сделано? Ну, прежде всего скажу о том, что у нас такой информации не было, то есть никаких массовых таких случаев, скажем так, или обращений к нам не поступало. Но учитывая то, что люди обращались к губернатору непосредственно на встречах, на каких-то мероприятиях, мы, безусловно, сразу же прореагировали и прежде всего открыли горячую линию у нас в министерстве, чтобы не получать информацию у руководства конкретных муниципальных образований, а именно постараться получить информацию с мест. То есть люди напрямую могут позвонить, и в случае, если есть какие-то опасения за собственную зарплату, то есть, допустим, я считаю, что начислили мне неправильно или с задержкой, я могу, в общем-то, об этом факте сообщить? Конечно. У нас этот звонок примут, и мы уже непосредственно адресно начнем отрабатывать. И, кроме того, вчера мы провели такое масштабное совещание в режиме видеоконференц-связи с нашими руководителями системы образования на местах. Об этом обязательно поговорим, и все-таки я предлагаю назвать телефон горячей линии для наших зрителей. Телефон горячей линии 200-245, он работает в течение всего дня, в рабочие дни. Ну и теперь давайте, в общем-то, о том совещании, о котором вы уже упомянули. То есть главная цель была разобраться, что происходит с выплатой зарплаты. Совершенно верно. Насколько я знаю, работникам одной и той же школы зарплаты выплачивают разные бюджеты, так ли это? Да, действительно, здесь надо разобраться и понять, какова специфика финансирования сферы образования или образовательных организаций в каждом из муниципальных образований. У нас есть соответствующая методика, есть областной закон об образовании, который определяет, что педагогические работники и определенные работники вспомогательного персонала финансируются из областного именно бюджета. То есть деньги на эти зарплаты направляет правительство области? Совершенно верно. Деньги уходят в муниципальное образование? Совершенно верно. И доходят до каждой школы детского сада? И муниципальное образование уже распределяет непосредственно до каждого образовательного учреждения. И есть часть персонала, это обслуживающий персонал, который финансируется исключительно из средств местного бюджета. То есть здесь влияние областного финансирования, его здесь не присутствует. Поэтому источника, как мы видим, два, но присутствуют еще, у кого есть и внебюджетные доходы, в том числе и заработная плата из внебюджетных источников. То есть, по сути, три таких основных источника финансирования заработной платы. Правильно, я понял, что обслуживающий персонал, то есть, проще говоря, та же уборщица в школе получает зарплату из средств местного бюджета, а педагог в той же самой школе получает зарплату из областного бюджета. Да, действительно, это так. Значит, давайте по порядку разбираться. Есть ли проблемы с финансированием той части субвенции, которая идет из областного бюджета? То, что касается областного бюджета, мы неоднократно об этом говорили. В различных средствах массовой информации, на различных площадках и совещаниях, областной бюджет сегодня обеспечивает полностью необходимость исполнения указов президента по доведению средней зарплаты до уровня средней экономики по региону. В этой части у нас с каждым из муниципальных образований подписано соответствующее соглашение, в котором определен объем средств, в котором определены целевые показатели, то есть конкретный уровень средней заработной платы по муниципальному образованию в сфере образования, который должен быть исполнен. И мы, безусловно, ежемесячно отслеживаем, мониторим то, что происходит по факту. И, конечно, вот эти наши совещания, они проходят регулярно, касаются исполнения этих целевых показателей. Соглашение подписывается руководителем муниципального образования. То есть надо понимать уровень ответственности за взятое, так скажем, обязательство с той или с другой стороны. И с нашей, безусловно, тоже. И мы на сегодня 100% эти обязательства выполняем, причем без каких-либо задержек, своевременно, в те сроки, когда необходимы эти средства муниципального образования. Но вот от бюджетной математики никуда не деться. Остается второе слагаемое — это средства муниципальных бюджетов. То есть, получается, есть некие сложности именно вот с этой части? Да, действительно. И мы вчера как раз об этом с руководителями системы образования нашего региона, то есть муниципальных образований, говорили о том, что нельзя сегодня допускать ситуации, когда в отношении одних работников обеспечивается стопроцентное выполнение обязательств, а другие работники где-то оказываются ущемленными. Это касается как раз завершения финансового года, когда работники, педагоги получают полностью всю зарплату за декабрь, то есть мы обеспечиваем финансирование до 31 декабря, выдаем всю заработную плату за декабрь. То есть, чуть-чуть быстрее, чем это положено, в общем-то, по нормативу, да? Ну да, у нас получается, что сроки заработной платы, выплаты зарплаты в каждом муниципальном образовании установлены по-разному, это так и есть, действительно, выдают аванс в следующем месяце зарплату за предыдущий месяц, но декабрь – это месяц исключительный. Это святое. Это святое, это Новый год, это праздники достаточно такие продолжительные, и мы уже давно ведем такую политику, что зарплата за декабрь должна быть выплачена. И поэтому здесь, с точки зрения исполнения или выполнения этих правил со стороны муниципальных образований, оказалось, что не все идут в ногу именно с областным правительством, с нашими обязательствами. Из-за этого возникает вот ситуация непонимания у людей, у отдельных категорий, когда рядом работающий сотрудник, да, он получил всю зарплату, а мне, потому что я из местного бюджета, только дали аванс, и я должен ждать января. Конечно, люди обижаются, и вчера акценты я свои, во всяком случае, расставил, что такого допускать нельзя, нужно ситуацию выправлять, как бы это не было там сегодня тяжело местным бюджетом. Мы выдаем различные субсидии на поддержку муниципальных образований в большинстве как раз именно в социальной сфере, в образовании, и, соответственно, облегчаем в какой-то степени расходы местного бюджета, и поэтому заработная плата – это приоритет, она должна выполняться 100%. Более того, образование, насколько я знаю, это самая финансово емкая статья вообще нашего бюджета областного, да? Ну, конечно, это треть расходов областного бюджета. То есть каких-то веских причин для несвоевременной выплаты зарплат нет? Оснований этих я сегодня абсолютно не вижу, и они в перспективе тоже не прослеживаются. Мы говорим о том, что заработная плата – это статья расходов первоочередная, она и в бюджетной классификации стоит на первом месте, и ответственность, соответственно, здесь, ну, надо понимать. Зарплата – это святое, она должна исполняться, ее финансирование исполняется в первоочередном порядке. Ну вот не случайно я вас спросил об этом. Вы, конечно же, знаете об открытом письме педагогов 30-й школы Архангельска, в котором они пожаловались на сокращение зарплат. Мы располагаем видеозаписью с того самого совещания, о котором вы говорите, которое было бы освещено зарплатным вопросом. И вот как прокомментировали ситуацию директора департамента образования Мария Архангельска Татьяна Агибина и представитель отраслевого профсоюза Нина Плотникова. После серьезной аналитики мы пришли к выводу, что снижение заработной платы у работников с сентября месяца в школе произошло только по причине неграмотного распределения администрации школы помесячного фонда оплаты труда, в результате чего в первом квартале было допущено превышение установленного целевого показателя по средней заработной плате педперсонала. Кроме того, по состоянию на 1 января была допущена задолженность по заработной плате работникам, которая была покачана за счет текущего финансирования учреждения. Там были установлены выплаты большие всем работающим в этом учреждении за интенсивность труда. Игорь Васильевич, я правильно понял, что большие выплаты были в начале года у сотрудников, и у школы банально не хватило средств на выплаты в конце года. Мы действительно разобрались с ситуацией. Более того, были привлечены соответствующие службы самой мэрии Архангельской, это контрольно-резидентное управление. На самом деле официальных результатов пока мы на сегодня не имеем. Там проверка закончилась 18-го числа, но вот вчера Татьяна Сергеевна Гибина озвучила предварительные результаты, я о них тоже знал, как предварительные результаты. Все банально. Просто руководитель учреждения не справился с теми обязанностями, которые со своей ответственностью в плане контроля за финансовой деятельностью своего учреждения. То есть средства фондов оплаты труда в течение полугода были настолько раскручены, и к сентябрю месяца их фактически не хватило на выплату стимулирования работникам. И с сентября месяца, с началом учебного года, начались проблемы по исполнению, в том числе и указов президента. То есть разогнали фонды с начала года до такой степени, что не вошли в общий годовой фонд оплаты труда. А причина была просто учреждение вошло, оказывается, в новый 2015 год с задолженностью по заработной плате. И при этом, пока я повторяю это предварительно, при этом были каким-то образом сфальсифицированы, в нашем понимании документы отчетные, и департамент образования не смог вовремя среагировать из-за этого. Хотя здесь, повторюсь, я считаю, что и департамент образования должен был в рамках своих полномочий мониторить ситуацию в отношении каждого учреждения и, безусловно, раскрыть эти факты значительно раньше. Вот ситуация с 30-й школой Архангельска, она единичная для нашего региона? Это абсолютно уникальный случай. И вот Татьяна Сергеевна сказала о том, что с руководителем расторгнут трудовой договор. Сегодня у меня нет такой информации. Мы провели достаточно серьезный мониторинг в этой части. У меня нет сегодня оснований говорить о том, что в регионе еще присутствуют такие случаи. Хотя вчера, опять же, повторюсь, на совещании руководителями мы попросили еще раз более подробно промониторить ситуацию в отношении каждого образовательного учреждения. Вот я начал разговор с тематикой Нового года. Будет ли закрыта заработная плата педагогам-воспитателям в декабре 2015-го за декабрь? Ну, то, что касается, значит, субвенции из областного бюджета, это педагогические работники, я могу с уверенностью сказать, что здесь больших проблем нет. Есть у отдельных муниципальных образований опять же сроки, вот установленные, когда выплачивают аванс в декабре, завершают в начале января, то есть с момента выхода после новогодних праздников. Хотя эту ситуацию тоже нужно выравнивать, и мы вчера об этом говорили, вернуться к тому вопросу, о котором я говорил в начале, выплачивать заработную плату за декабрь именно в декабре. Динамика сегодня положительная есть вот в этой части. Я надеюсь, что большинство муниципальных образований все-таки в декабре закроют. Я думаю, еще раз стоит вернуться к вопросу о горячей линии. Давайте еще раз назовем номер, чтобы действительно люди могли свои какие-то сомнения решить с помощью специалистов министерства. Куда обращаться и с какими вопросами вы готовы помочь людям? Да, это телефон 200-245, телефон, я считаю, что это не только помощник нашим педработникам и вообще специалистам, сотрудникам, которые работают в семи образования. Это горячая линия, помощник большой и нам, потому что мы, я считаю, сможем оперативнее реагировать на какие-то возникающие вопросы, непонимание с мест. Один из ярких событий последнего времени – это госсовет, который провел президент, и он был посвящен как раз ситуации в сфере образования. Еще раз было заявлено о том, что около 50 миллиардов рублей пойдет на строительство новых школ. Наша область, как встроена в этот проект, будем ли мы действительно строить? Какие планы на 2016 год? Ну, сейчас действительно в рамках этого проекта ведется такая активная работа. Мы должны до конца уже этого года принять программу, соответствующую Архангельской области. В черновом варианте она уже готова. Сейчас немножко дорабатываем определенные элементы и будем согласовывать уже в правительстве и выносить на правительство нашу программу. Для того, чтобы с началом уже 2016 года работать с Министерством образования науки Российской Федерации по более точечным уже вопросам, вопросам финансирования, вопросам привязки конкретных проектов, ну и так далее. Кроме того, есть еще ряд направлений, таких важных, в которых мы планируем активно участвовать. Продолжаем участвовать в программе. Доступная среда у нас для софинансирования. Есть необходимые существенные расходы уже в областном бюджете. Программа ремонтов школьных спортзалов в сельской местности. Мы тоже сегодня подписал заявку на участие в конкурсном отборе. Мы уже предусмотрели средства в областном бюджете, чтобы принять участие в конкурсе и получить соответствующие объемы софинансирования из федерального бюджета. Но еще ряд проектов, на которые мы уже готовим заявки. И я, в общем-то, с уверенностью, наверное, даже скажу, потому что у нас большие шансы победить и получить соответствующее финансирование из федерального бюджета и методическую поддержку в том числе. Кстати, что касается выплат заработных плат, в полном ли объеме на 2016 год все предусмотрено, да, поскольку мы знаем, что бюджет приходилось принимать в непростых условиях, и ряд статей, они были, в общем-то, подвержены сокращению. Но то, что касается зарплаты, повторюсь, эта статья у нас закрыта, мы о ней вообще никаких дискуссий, в сторону уменьшения никогда не вели. Абсолютно все объемы финансирования предусмотрены, более того, с учетом того, что у нас и контингент подрос в образовательных учреждениях. То есть учеников стало больше? Немножко побольше, да. И часть полномочий по педагогам дополнительного образования мы тоже взяли на себя, это определенная нагрузка. Все это предусмотрено. Кроме того, мы принимаем учреждения из Архангельска. На это тоже предусмотрены определенные средства для того, чтобы обеспечить работников и заработной платой, ну там и другие расходы, соответственно. Мы с вами встречаемся в преддверии Нового года, все-таки это праздник надежд на лучшее, поэтому, что бы вы хотели пожелать коллегам эфир канала в ваших руках? Ну, учитывая тему нашего сегодняшнего разговора, прежде всего, уважаемые коллеги, финансового благополучия в Новом году, здоровья, счастья, творческих успехов, терпения, конечно, мирного неба, улыбок и солнца нашему северному краю. Спасибо большое, Игорь Васильевич. Вас тоже с наступающим Новым годом. Спасибо. Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова